Здарова, братва! В этой серии мы будем перегонять обе четырки в мой родной город аж целых 2000 километров. Поездочка будет не из легких, к такому я не был готов от слова совсем. Ну а сначала мы поедем к черной четырке, чтобы забрать ее сервиса и узнать, что же с ней произошло в прошлой серии. Желаю всем приятного просмотра, погнали! Первым делом мы, естественно, подъезжаем к черной четырке, она все еще у нас стоит в сервисе. Сегодня уже наступил день, когда мы должны выезжать. Время на секундочку 2 часа. Вот я себя до сих пор не научил какой-то дисциплине. Говорю, вчера надо было забрать, но пока я одуплился, пацаны уже закрыли сервис, ключи от тачки были, естественно, у них. И все, как обычно, остается у нас на последний день. А мы еще не переобули на ней колеса, потому что, как вы знаете, стоят канзы, а мы, естественно, поедем на штампах, на трассовых колесах. На самом деле, пацаны, это такое испытание, типа, на 2-4, как мы поедем, 2000 километров. То есть, перед тем, как вообще их отдать кому-то из вас, я это все прочувствую на себе полностью сам сейчас их затестю. В принципе, в прошлой серии мы обе машины загоняли в сервак. Все сейчас в отличном состоянии в плане подвески у нас ничего не должно произойти. Но, пацаны, как вы сейчас и пишите, да, мне многие в комментариях и в телеграме, то, что я же четкий Саня. Но вот 99,9% все у нас пойдет не по плану. Не бывает у меня то, что все всегда красиво. Сколько же я, пацаны, в общем-то, попал? Как я и предполагал, как и многие из вас тоже предполагали. Но тот описал то, что это штуц. Но не только. У меня с правой стороны стоял промвал. Этот промвал на сегодняшний день стоит в районе 15 тысяч. И в Питере его вообще нигде нету. Говорят, что это немного нерентабельно. Так как до выезда у нас оставалось 2 дня, пришлось его скинуть и поставить просто самый обычный вал и 2 новых шруза. Короче, вот он промвал. Разъебала вот эти шлицы. И хана еще самому шрузу. Короче, все. Вот это просто. Вот эти 15 тысяч. Грубо говоря, сейчас все. Уйдут в помойку, блядь. И на сколько я сейчас дрифтанул там? Ну, пятнашка вон. И заработаю я сейчас новый вал 5500. И плюс еще 2,5 работы. То есть я 8 им отдал и 15. Ебать, газонул на 23. Пацанам чисто показал, блядь. Дубенье, вот нахуя. Смотри, что бесит меня. Ты же сервисы, они вот этими масляными, понял, пальцами своими нахуй это все трогают. И пизда просто все, сука, потом вот такое вот в этих. И это все в царапинах нахуй. Но этого не избежать. Это, наверное, просто абсолютно во всех серваках. И сейчас она такая чисто, понял, автошка, автошка. Разыгрывай, если что, пацаны, автошчетырку. Они типа быпанчетырку. На самом деле, пацаны просто, блядь, не могут разобраться с пневмой. Мне звонили, куда что тыкать, хуй пойми. Я не знаю, как они сюда выехали. Мне, конечно, нахуй тут все зачиркали, блядь. И пока она здесь стояла, 2 дня, как вы видите, тут лужи добросовестные. Люди, походу, ездили с кайфом, блядь. И всю бочину мне забрызгали. С таким видом мы по-любому не поедем. Как бы мы сейчас не опаздывали, как бы нам не нужно было бы уже выезжать. Но нужно по-любому нам помыть тачку. Потому что это, ну, это пиздец. Так как дорога у нас дальняя, нужно поставить штампы. И поставим, пацаны, не черные, а болотные. Потому что мне реально обидно то, что четырка черная на фоне белой сейчас теряется. И вам больше нравится белая. Сейчас, сука, болотки сейчас закинем, нахуй. Еще затонировать ее останется. И все, чисто такая пацанская тачка будет. Ну что, все, погнали. Друзья, очень часто возникают ситуации, что не хватает денег на покупку авто или на текущий ремонт. Про запчасти я вообще молчу. Цены вверх так и летят. И на помощь такой ситуации нам приходит кредитка Тинькофф Платинум. Если оформить ее до 31 августа, то у карты будет вечное бесплатное обслуживание. У Тинькофф Платинум кредитный лимит до 1 миллиона рублей. Так что можешь больше не откладывать свои планы на покупки на завтра. И действовать прямо сейчас. И быть уверенным, что деньги не закончатся в неподходящий момент. Ведь Тинькофф тебе всегда поддержат. Недаром его услугами пользуются более 30 миллионов человек. И с приятностей также переводы бесплатно до 100 тысяч рублей в месяц на карту любых банков. Можно даже перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные. Безумно удобно. Кэшбэк до 30% бонусами, где один бонус равняется 1 рублю. До 120 дней без процентов на погашение других кредитов. Также у карты есть возможность рассрочки 0% до 12 месяцев. Сумма покупки разбивается на количество месяцев и никаких дополнительных процентов. Но акция, друзья, закончится 31 августа. Поэтому, чтобы не кусать локти, прямо сейчас переходите по ссылке в описании. И успевайте оформить карту Тинькофф Платинум. И платите за все, что захочется с вечным бесплатным обслуживанием. В общем, друзья, я, честно говоря, думал, что на болотках будет немножко лучше. Ну, так-то бы они и так привлекают. Вот ребята даже сейчас подошли, вот фоткаются. Чисто вот, когда я не понял вместе, они прям, ну, жестко реально привлекают внимание. Еще две типа 014 сюда-сюда. Не, 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 по сути. Да, пацаны, вы жестко внимание привлекаетесь. С кайфом вообще, Воп. Да, вообще. Прикинь, закасательный выиграть, да? Закасательный, прикинь. И, мать. Пойдем, покажу, насколько вместительная черная четырка. С этой стороны открывать не будем, потому что я закрыл, наверное, с 30-го раза. Бля, пристел. Нихуя, у меня фото. Припокрался. Бля, мне бы такого кентавра, как у тебя. Ты что, не будешь фоткаться? Да, мне згру. Давай. Хочешь сфоткаться сделать, потому что у нее красивая тонировка. Сука, реально тонер привлекает чисто внимание. Хотя эта тачка намного дороже, намного лучше по факту. Вот, пацаны нас заболтали, смотрите. Здесь два семнадцатых колеса. Насос. Там вот еще момент, да, у меня здесь всякие мелочевка. И вот там, блин, не видно. Вот куртка. Раз, два, три, четыре пакета. Я куртка, это рабочая, если что. Вот так вот закидываю. И аккуратненько вот так закрываем. Ну, вы думали, это все? Это, друзья, далеко не все. Покажу сзади. Сзади, смотри. Раз, пакет. Два, с моими грязными говнодавами. Еще и три пакета. Ну, а теперь в белую четырку. Так как мы люди немножко ебанутые, прям перед уездом я поставил сюда сабвуфер. И, естественно, в багажнике места нет. Ну, как сказал бы мой друг Степа, на трассу без сабок. Как вы, пацаны? Степа, мацок. Сам понимаешь, я сабвуфер. Короче, ну, здесь по бокам накидали всякую мелочевку. Это всякие новые запчасти, которые я покупал. Ну, а сзади у нас, пацаны, шесть колес. Четыре торуса от белой четырки. И, естественно, два кранза от черной четырки. Другие два кранза у нас влезли в брумер. Ну, что? На заправочку? И в добрый путь, как говорится. 2000 км. Ну, в общем, сколько прошло, да? Полтора часа, наверное? Нереально полтора часа. Да, полтора часа. Мы 20 метров проехали, пацаны, чтобы понимали. Тоха просто не может, что он едет на белой четырке. А я очень переживаю за то, что она вдруг перегреется. Еще что-то я говорю. Тоха, печку включай в пробках, стои вдруг, что? А мы такие чисто с кайфом на черной окошке. Открытая музычка, играют все люди, смотрят. Теперь главный вопрос. Сколько скушает, что черная, что белая? Они обе груженные, но черная. Представьте, насколько груженная, да? Там и сабы, и вещи. И вообще дохрена всего. Я не знаю, со мной она, наверное, сейчас, ну, блядь, я думаю, тонну 800. И, кстати, пневма, подушки, все полностью сток. Не усиленные, ничего. Пока что, слава богу, держат. Ну что, брат, желаю тебе ни гвоздя, ни жезла, ни требования. Две тачечки у нас заправлены. И что мы делаем? С хорошим настроением отправляемся в Сыктывкар. Ну что ты, бедолага? Ну, честно говоря, прошло у вас сколько? 300. Ну, 335 по черной четырке, по белой где-то 360, да? Здесь врет спидометр. Я заебался. Я хочу спать, нахуй. Чудо! Уважаемый оператор сегодня разбудил меня в 11 утра, а лег я спать, на секундочку, где-то, наверное, в 4. Я, знаешь, устал, но это такой кайф, ну, такая усталость такая кайфовая. Ну, типа, на трассе, понял, когда ездил? Блядь, не знаю, это не описание. Прикольно то, что луна светит. Луна вообще жестко, да, светит? Именно пором. Да, она сегодня прям в дорогу и прям так освещает. Ты едешь под музычку, там, расслабился о своих мыслях туда-сюда, короче, кайфует. Единственное, я начал кемарить, короче, но потом нашел курилку. Мою? Она, да, она, что в горелое было. Она горелая была, да? Да, похуй. Горелая, похуй, да? Я вообще проснулся, блин, сразу. Мне сейчас интересно, сколько схавывало белое, сколько черное. Здесь как бы шестнайр, я еще ехал первый, я постоянно тужился. То есть я на обгон третью вьюбовал вообще, потому что тяжело, блядь, очень много веса. Я четвертую вьюбил. Четвертую, но здесь очень много веса, тяжело было. Вон один так пошло. Ну что, давай посмотрим, сколько. Заливаем. Что, махнемся, я думаю, сейчас ненадолго? Голонда как раз. Серьезно? Да, я заебался просто, ну, типа, у меня уши еще глупыше, блядь. Понял, ну, сложновато немного на ней. Ты музыку громче выхлопа делаешь, и то, что ты все время едешь музыку, слышишь, и у тебя уши такая вот эта хрена. 95-й, другой не использует. Сами понимаешь, шестнайр. Давай, ну, на полторашку, это самый край. Две тачки заправлять, пацаны, как бы, ну, ни хрена себе. Ну, а кто сказал, что мужчина не плачет? Первый миллион, я на тебя его трачу. Жизнь бьет больно, но я встами там сдачу. Кто сказал, что мужчина не плачет? Что, ваши ставки? 25-40, влезло в черную. Сколько в белую? Я могу побактаться. Да? Сколько? Здесь 1380. Вал, сколько? 800. 800? Да. Чего, гонишь? Знаешь, сколько вангур? 1200 минимум. Что ты заиграл? Блин. Заправка с тебя получается. Мы же на это договаривались, да, пацаны? Я же тебе где-то 1200, смотри, а здесь заполкаю. Получается, сколько разница по литрам? Что-то... А, ну, ровно 2 литра разница. Ну, примерно получилось. Ну, по бабкам сотка. Бля, говорю, там веса очень много. А по маслу? По маслу не хавает вообще. Можно даже не проверять, бля, буду. У меня даже масла вообще нету. Ничто не в эту, что в эту. Это тоже не хавает, и да тоже не хавает. Так что, мы не на BMW, нахуй, сам понимаешь, бля. Всё, ёпты, оплачиваем и поехали дальше. Меняемся, кстати, теперь тачками. Приплыли нам. Недолго музыка играла. Ну что, друзья, товарищи, с кайфом. Сколько ему? Да вон, 350, мы даже заправки, блядь, выехать не успели. Белая четырка обоссалась. Знаешь, что нам сейчас делать? И всем здравствуйте, охуенно нам сделали выхлоп. Что я, блядь, в три часа ночи, или сколько времени, маляюсь в полчетыркой и откручиваю патрубок, блядь. Ваши эмоции в целом от поездки. Это что сейчас делать? Всё. Хуй знает, сделаю бы, нет? Где найти, блядь, сейчас ебалый антифриз. Можешь хоть патручу, чтобы не боль перейти. Ебалый антифриз, чуть не при, слава богу. А, слышь, он быстро, на самом деле, остыл полчаса времени. Ты прохал, блядь. Он прям холодный. В этом месте, короче, вон, обколлектор, сука, пригорел. И вон, ёпта дырка, нахуй. А как так? Это получается, когда мы выхлоп меняли, его меняли, это два дня назад, блядь. Два дня назад меняли, и, походу, вот он и прогорел. Таким чудом, у меня есть с собой патрубок. Бля, ну, короче, смотри, нет? Нет, он сейчас у тебя. Он натянется, будет провести. А, точь-в-точь. Просто, ебать, новый патрубок с собой был, блядь, точно такой же. А ты знаешь, что я хотел выкинуть? Ну, я такой, бля, кому это, говорил, тебе? Чего у тебя так хлава-то много? Я говорю, да, бля, жалко новые патрубки-то выкинуть, охуй с собой возьму. Мужики, сука, красава, блядь. Я знаешь, не, я сейчас хочу. Вологод. Вологодским просто в Вологод заебать. Красавчик теряет. Еще и дыню подогнали. Мужики, красавчик и перережь. Вот, блядь. У меня слов нету. Супер, да? Дыня охуительная. Вы знаете, я могу в этой ситуации сказать только одно. Все в нашей жизни случается не случайно, да? Вот я всегда переживаю в дороге, думаю об этих лосях, а вот вдруг бы нам лось, да, какой-нибудь попался. И судьба, ну, вот так распорядилась, то, что мы остановились. Мы сколько здесь? Часа два, наверное, да, были. Такую некую мелкую, такую нам штучку подкинуло. Как раз-таки у меня оказались, сука, патрубки. Просто откуда, блядь? Как так могло получиться? Ну, вот так вот. По сути, ну, два часа делов. Патрубок поменен, блядь. Руки в мыле, что там, жопа в масле. Как там, или как жопа в масле, руки в мыле. Я люблю автомобили, блядь. Сейчас настроение хорошее. Поначалу нервничал. Ебать его, род. Ну, что, теперь отмываемся и выдвигаемся дальше, пацаны. Что будет дальше? Я даже еще не представляю. Но, надеюсь, все пройдет с кайфом. Я вам говорил вначале, говорил, четкий саня, нечеткий саня, если все будет хорошо. Все, пацаны, погнали. Спать хочется, на самом деле, пацаны, пиздец как. Лайфхак вам, включаете вот такую вот колбасу. И качаете. Сам себе пою, короче, песни, как обычно. Ну, я еду один, так что, пацаны, вы, как обычно, мои бабучики. В общем, что могу сказать по данной ситуации. В принципе, белая четырка не виновата. Виноваты те, кто ставили мне выхлоп. Они мне поставили коллектор. И прям, грубо говоря, патрубок. О, нихуя себе. Вот эта дорога. Солнце светит, ничего не вижу. Грубо говоря, патрубок. Он упал на коллектор. Ну, естественно, сплавился. И патрубок этот шел на радиатор печки. И антифриз весь просто как хуем сбрило. Честно говоря, я ожидал, конечно, что-то подобное. Что-то около того. Ну, блядь, ну не через 300 же километров. Все, давайте забудем это все как страшный сон. Кстати, спидометр перестал работать. Скорее всего, я думаю, просто антифризом залило датчик скорости. Сейчас просто голова вообще не об этом думает. Блядь, как же хочется спать. Я вообще не выспался. Еще плюс сколько времени потеряли. По общим подсчетам, я думаю, ну километров 500 мы проехали. Так как здесь сейчас не работает спидаг, блядь, даже не могу засечь. Ну, не понимаю. Плюс-минус. На самом деле, на белой четырке ездить прям вообще пиздец как комфортно. Так, вот я еду, музычку навалил, музычка как надо. Едешь, блядь, подвеска вообще пиздец какая, пацаны, мягкая. Я не помню, говорил вам, не говорил. Вот на Вести я скачу просто как идиот. Любая ямка, я подпрыгиваю. А здесь она прям такая мягкая. Вот мне прям очень нравится. По трассе едешь, вот просто кайф. Газ нажал, бам, все, поехал. Единственное, что я думал, то, что на черной четырке сиденья неудобные, жесткие. Блядь, а здесь на белой ебать. Вот эти родные. Я прям не могу, как у меня сейчас спина, пацаны, болит. Просто ноет, блядь. Короче, сиденья здесь дерьмо просто полное. Короче, в моих планах доехать до Ярославля и по-любому, пацаны, поспать. Дорога прям вообще далеко нахуй нелегкая. Ярославль, дорогой, какого хуя, сука, в тебе так жарко-то, а? Короче, все, мы доехали, пацаны. Время 11 часов, просто все на свете мы прозрали. Сейчас покошили, чтобы вы понимали, вот так вот мне нужно спать. Вот, все, вот, у меня места больше нет, вот. Сиденье назад мне не двигается, так как у нас, естественно, гроб. Я, блядь, никакой. Короче, 2-3 часа дайте мне, и все, я буду как огурчик, как помидорчик, все. Ну что, 2 часика прошло, вот он я, свежий огуречек. Как, Антон? Нормально. Полпути пройдено. Еще полпути, 12 часов дороги, и мы в час ночи дома. Я так долго никогда вообще не ездил с Питером, и в общем сложности, наверное, блядь, часов 28 будем ехать. С сосном, с полом, блядь, со всеми этими делами. Друзья, вот кто сейчас просто сидит на кровати с кайфом, сидит, кушает, смотрит этот видос, блядь, дай бог вам всем здоровья, блядь. Просто как же вам сейчас хорошо, вы не представляете. Вот как я сейчас устал, глаза просто, 2 часа поспать в тачке. Ой, блядь, ладно, все, собрались, все, погнали дальше. Надеюсь, дальше доедем спокойненько, с кайфом. Кстати, прикиньте, уже ровно половину пути проехали, 1000 километров, и до сих пор ни одного экипажа ДПС не встретили. Вообще не видел их. Я сейчас это сказал, значит, все, пипец, накархал, пацаны. Ну, вы же знаете, да, меня были? А теперь послушайте, как в 4 кезис. У меня же здесь попкорн, смотрите. Мы вроде едем на север, а такое ощущение, как будто мы куда-то в Краснодар, не знаю, в Сочи, на юга едем, блядь. Такая жара стоит невыносимая. Первые мусора, кстати, смотрите, за весь наш путь уже 60% пройдено. Доха, смотрите, прячется. Фак показывает. Все, до свидания. Ух, ебать, прикинь, улетело, смотри. На ровном месте. Вы знаете фразу, вот это такая старая, древняя фраза, типа шофера. Типа говорится, знаете, почему водитель, там, грузового автомобиля, когда выходит, всегда бьет ногой по колесам, да, типа, чтобы там яйца отлипли. Теперь я ебать, как понимаю, пацаны, эту фразу, ебаный фраза. Такая жара, просто невозможно. Копушки там уже в шоке, наверное. Тоха, бедолага, еще и толстый, я вообще не представляю, как ему хреново сейчас. В общем, друзья, настроение хорошее, настрой хороший, но приедем мы примерно только в 3 часа ночи, а выехали в 8 вечера. Бать, это больше суток, я никогда в жизни так долго не ездил. Много уважаемый оператор, много уважаемых подписчиков. В общем, четвертая остановка, и сейчас, кстати, мы одинаково заправили. В белую влезло 1243, а в черную 1252. При этом мы оба жестко топили. Сейчас, именно в данный момент. Блин, у нас запрещено. Так я себя снимаю, не заправку вашу. В общем, уже 70% пути у нас пройдено. На самом деле, уже становится тяжеловато. Скоро у нас будет темнеть, и, блядь, будет очень тяжело. Ну а так, пацаны, все-таки, блядь, еще раз повторюсь, есть свой кайф. Ну что, давайте уже дотопаем последние вот эти вот 30%. До дома остается примерно 650 километров. Ну что, друзья, можете меня поздравить? На белой четырке развалилось сцепление, а, скорее всего, хана выжимному. Он просто такие звуки выдает. И последние, наверное, килограмм 300, передачи стали как-то тяжело втыкаться. И когда останавливались на мостах, на ремонтах дороги, я слышу тоже какие-то звуки. Сцепление нажимаю, пропадает. Сейчас стою, вот только что стоял. И прям такой скрежет стоит, ебаный в рот, прямо оттуда. Ну это по-любому, мне кажется, выжимной. Ну, короче, что-то со сцеплением. Вроде передача воткнулась, блядь, но сложно. Сейчас еду, как будто бы пропало. Короче, нужно просто ехать сейчас, наверное, аккуратно на пятой. Дай бог доехать. А еще, пацаны, начинает у нас темнеть. Именно если взять по вот таким приключениям, это, наверное, лидирующая моя поездка. Разнулся утром, синяк на пол ебла и похуй. Разнулся утром, нету сиги, вот это плохо. Работа не, не слышу, пойду после обеда. Вот такие вот звуки, пацаны, она издает. Все это там просто, блядь, что-то жестко развалилось. Смотрите, сейчас сцепление нажму. Сережка вахвая. Оп. Все успокоилось. Отпускаю. Нажимаю. Ну, пизда, Саня. Отпускаю. Вот, с улицы чисто послушайте. Не доедешь, думаю? Серега говорит то, что я не доеду. Нам еще 519 километров. Я не знаю ваши ставки, но у нас другого выхода нет. Нам нужно по-любому ехать. Это просто пиздец. Пацаны, я тронуться не могу, чтобы вы понимали. Со второй трогаюсь еле-еле. Слышите этот звук? Ебать, дорога. А первая не включается вообще никак. Ебать, ебать, на второй еду. Ебать. Ой, сейчас чувствую там все. Что-то, блядь, нахуй развалится. Ебаный в рот. Давай, давай, родная. Давай, давай. Держись. Чуть-чуть еще. Знаешь, вот о чем я мечтал за все время нашей поездки? Нет, это не в кровати поваляться, да? Как сейчас многие из вас, пацаны, кстати, кто-то по-любому сейчас валяется, кто-то пивко, наверное, попивает. А какой-нибудь сережка, наверное, еще и на толчке сидит. Ох, блядь, вот это сейчас кайф, да? А мы уже сколько, полторы суток в дороге, полтора, просто полтора дня, ты представляешь? А они сейчас это все посмотрели буквально за 30 минут. В общем, я мечтал вот этот момент, вот мы сейчас стоим. Но вы все знаете, да, насколько я люблю накаркать, я боялся это говорить. Все, мы, можно сказать, доехали. Не, нам, конечно, еще 80 километров, но теперь мы, грубо говоря, уже на районе. И все, можно все, что угодно теперь говорить. Черная четырка, пацаны, вот она просто реально молодец. Сколько она у меня ни разу не подводила. Вот сейчас вообще без проблем, да? Сколько проехали? Ни единого косячка вообще, ни единой изъянки какой-то. Белая, да, она, конечно же, немножко нас подвела, но тоже здесь можно понять. Патрубок, это, грубо говоря, ну, как бы наша, да, вина. Это как бы из-за тюнинга, ну, это автосервис, как бы, ну, не так сделали, грубо говоря. А сцепление, ну, блядь, честно сказать, расстроен ли я? Да, наверное, нет, потому что, ну, годы берут свое. Да, мне кажется, она здесь все еще заводское стоит. Так как мы, друзья, в Сыктывкаре, а не в Питере, я уже договорился за замену сцепления белой четырки. Ну, а все это время, пока я буду здесь, я буду ездить на черт. Хух, пацаны, прошло уже, наверное, около двух недель, и даже я не знаю вообще с чего начать. Ну, наверное, начнем с того, что все, малышки дома, и на данный момент они полностью готовы. Особенно белая четырка, она сейчас вся починена. А что с ней было, пацаны, я даже, честно, вспоминать не хочу. Для этого, кто не знает, у меня есть вообще лайв-канал, где я подробно, подробно вам все снимал. Называется он Саня Четкий. Ну, ссылочка, если что, будет в описании, кому интересно посмотреть прям все подробности. Ну, а так, если вкратце, все беды с белой четыркой в этой серии, да, в данной, были вот просто тупо из-за моего тюнинга. Если бы мы не делали на ней выхлоп, то и патрубок мы бы не продырявили. И если бы я не занижал ее 4 на 7 пару роликов назад, то и этой ситуации бы у нас тоже не было. Вы все еще думаете, что это сцепление, но это оказалось, друзья, коробка. Как было, в первый раз мы снимаем коробку, меняем сцепление, коробку ставим, тачку запускаем, звук не пропал. Я просто вот так вот стою и думаю, да, дела у нас. Ну, ладно, значит, в коробке так в коробке, да, дело. Снимаем ее во второй раз. Я решаю покупать контрактную коробку, ну, то есть бушную. Покупаю ее за 4 500, мы ее вставляем, звук пропадает, все, в принципе, хорошо. Но кулиса у нас такая просто шалтает-болтает была, чтобы вы понимали. Третью передачу я включал, блядь, нужно было в пассажирское сидение рычаг пиздануть. И потом вперед, и только тогда включалась третья передача. Я думаю, да, дела, ну и что делать? Ладно, думаю, буду капиталить свою коробку. По итогу снимаем опять эту коробку контрактную, то есть уже второй раз везу свою капитальщику. Через денек он мне перезвонит и говорит, не, не вариант, ты вообще ей полная пизда, ты ее вообще там всю спалил, в ней не было масла. А масла ей не было, потому что я же вот ее пару серий назад пробил, и я думал, что она у меня чуть-чуть потекла и больше не течет. Ну, как обычно это бывает. Короче, простыми словами, я просто огромный болт на вот это все дело положил, и тем самым встрял примерно на 23-25 тысяч рублей. Короче, более подробно вы можете все увидеть на моем лайв-канале Саня Четкий. Ну, в целом, что могу сказать, посмотрите, какие они красивые, вот когда они вместе стоят, они капец как привлекают вид. Вот мне, блядь, номера я все еще просто пацаны им удивляюсь, хотя они у меня уже сколько, ну месяца 2-3, наверное. Да я каждый раз вот так стою и любуюсь, чисто EWT-014, EWS-014, такие две одинаковые четырки. Ну и как вы видите, у нас две четырки уже в Сыктывкаре, они полностью готовы. А это что означает? А это означает то, что наш розыгрыш уже подходит к концу. Если ты, братуха, если ты еще не успел принять участие, тогда пиши на вот этот вот номер ватсап с пометкой Хочу билет, успею залететь в последний вагон, один билетик стоит 1000 рублей. Вот что такое косарь, да? В косарь это сходить, ну, в кино с дамой, наверное, разок там. Взять кока-колу, чипсончики. Либо вместо того, чтобы один раз сходить в кино, ты можешь приобрести билетик и попытать свою удачу. Вот представь реально ситуацию, ты разочек не сходил в кино, приобрел билетик, и я тебе такой звоню и говорю, Вацок, ты выиграл белую четырку. Ты, естественно, будешь просто в шоке. А представь, если я позвоню тебе и скажу, Вацок, ты выиграл черную четырку. Мне кажется, у меня бы сразу три инсульта, пять инфарктов, десять геморроев, просто все, что возможно бы вылезло, я бы просто сидел и охреневал. Так что, друзья, пока у вас есть такая возможность залететь в последний вагон, я думаю, не стоит упускать такой шанс. Помимо четырек, вы же знаете то, что еще есть у нас утешительные призы. Это новая пневмоподвеска, сертификат на колеса на 40 тысяч. Если, кстати, вам пневмон не нужна, я скину вам 50 тысяч. Если вам не нужен сертификат на колеса, я вам скину 40 тысяч. Либо планшет Taze под вашу машину, если он вам тоже не нужен, то 25 тысяч. Либо черный ящик. Или сигнализация S96 Starline управления с телефона, как была у меня в 99-й. Ну и за 8-е, 9-е, 10-е места. Это три сертификата в магазин автокомпонентов. С суммой 15 тысяч рублей, 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. Как говорится, кто не рискует, тот не ездит на четырках. Ссылочка на номер ватсап также будет в описании. Ну с вами был, как всегда, я, четкий Саня. 2000 километров, а не вывезли пацаны движуху. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Ты что, ты вот, ну, арки срезал? Арки нет. Нет, просто занизил так? Да. Пружины выдану. Ну нет, с занижением стойки. А, ты прям конкретно купил, сделал? Да, конечно. Ну, передний привод, да? Да, передний. Ну, прям у тебя там капки ебать. Нихуя себе тут не замутил, ебать. А можешь замутить звук? Нет, ну, что тут люди живут? Да, похуй, давай на минуту. Ну, хотя бы на секунду. Ну, попрасно. Не, 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 не вариант. Ну, пока в лыжу. Ну, честно. Миллион, триста, миллион пятьсот. Миллион пятьсот? В одну? В одну? Только в черную. Вот эту? Да. Блядь, слышно, а вот сейчас я подал.